Доброго времени суток, на связи Флоди, мы вновь находимся на третьем сервере провинции, и это 65-я часть будней сотрудника ДПС. И сейчас вроде как на провинции всё устаканилось, так что можем спокойно выезжать патруль и ловить нарушителей. Ведь как мы помним, недавно завезли осеннее обновление, в котором добавили осенний марафон. И в первые дни после выхода обновы не то что ловить хасанщиков было сложно, даже играть было невозможно. Благо сейчас всё устаканилось, и можно спокойно играть, ловить нарушителей, выписывать штрафы, лишать прав, в общем всё, что вы так любите смотреть. И да, если вы ещё не играете на провинции, то самое время начать свою игру. Так что приходите по ссылке в описании, или уже в закреплённом комментарии, скачивайте и устанавливайте проект, и начинайте играть со мной на третьем сервере. Ну а я собственно не буду больше отвлекать вас от просмотра, заварите чайок, уберите что-то вкусненькое, и я желаю всем приятного просмотра. Собственно ребят, думаю вы уже по началу этого ролика поняли, что сегодня у нас будут будни ДПС на этой вот замечательной BMW M5 E60. Собственно сейчас я буду отправляться в привоз, оттуда мы и начнем ловить хасиков, но пока что я вам вот расскажу, почему я собственно решил вот сегодня поехать на ней, и половить как раз таки нарушителей. Ну во-первых, я это делаю ради разнообразия, потому что я постоянно там то на Ешке, то на Х5, вот сейчас я хочу именно поехать на Е60. И конечно там у нас ещё есть Камри, на которой ну прям вообще нереально я считаю ловить хасанщиков, но опять же если вы хотите, то я могу в принципе снять выпуск ещё как я ловлю хасиков на Камри. Так, вот я собственно и нашёл первого нарушителя по всей видимости, не знаю как я на этом буду ловить хасанщиков, но опять же посмотрим. Так, давайте прижимаем его к обочине, какой-то новичок, как я понимаю, аварийку врубает. Здравия желаю, гражданин. Ознакомьтесь с моим удостоверением, когда ознакомьтесь... О, мне уже документы передаёте, отлично. Так, он мне передал свои документы, значит берём их, пробиваем сразу его по базе. Так, паспорт мне его не нужен, всё, мне в принципе этого достаточно. У него 11800 рублей неоплачен штрафов. Я могу ехать? Никак нет, гражданин, вы не можете ехать. Во-первых, почему у вас сломано авто, как бы лобовуха сломана, фары не светят, габариты, то есть бампера нету, что это такое вообще? Меня чувак не взял. А, то есть у вас произошло ДТП и вы получается... Ну сейчас едете чиниться, я понимаю, да? Ну да, денег маленько накоплю и буду чиниться. Ага, я вас понял. Ну то есть вы вообще... А зачем вы на встречку выехали вот там вот на перекрёстке? Да, не знаю, суматоха такая была и чуть не врезался. Хорошо, но вы мне даёте обещание то, что вы не будете больше нарушать? Хорошо, ну это мой первый раз, это нарушение вот, честно. Ну конечно не первое, я несколько раз на фотофор проезжал, но это ладно, я уже расточиваюсь. Так, ну я очень рад то, что вы как бы такие честные. Хорошо, на первый раз я вас отпускаю, вот вам держите немного денег на ремонт, держите и в принципе можете быть свободны. Спасибо большое. Почините авто и работайте. Ну я его отпустил, потому что как-то стало жалко. И в принципе на Е60 вот только таксистов вот таких вот и останавливать, потому что она на больше не способна. Хотя ладно, то есть ну каких-то вазиков, тазиков я ещё смогу догнать, а вот каких-то более таких серьёзных осанщиков я уже точно не смогу. Ладно, я всё-таки предлагаю отправиться по базе. Итак, есть какой-то Евгений Никул, который на ВАЗ-2109. У него там почти 4 миллиона штраф, поэтому я предлагаю отправиться за ним. Тем более он находится где-то рядом с нами. Ну смотрите, ребят, что просто за безобразие творится. Я просто хотел войти в поворот, как это я в основном делаю на Х5, там на Ешке. Её очень чересчур сильно заносит. Ну вот смотрите, как это просто понимать. А вот я понимаю, за ним уже погоня ведётся. Так что давайте поможем сотруднику. Он уже почти в тотале, и тут вот ещё один чел на В-90 приехал. Ребята, вы чё издеваетесь за одной девяткой на трёх патрульках? Можете дальше поехать, пожалуйста? Я фанюсь, мы фанимся просто. Сейчас вы лишнее делаете. Можете отстать от нас, пожалуйста? В смысле отстать? Прижимаемся к обочине, и граждане выходим из авто. А что это за безобразие? Типа, мы фанимся. Это кто сказал то, что мы фанимся? Типа, он с этим вот сотрудником из Невы фанится так? Так, граждане, сдерживается 5.8 к РП. Ладно, уж не лишайте. Подождите, шо это такое, типа? Чел говорит, что мы фанимся? Как я понимаю, ну, Мирон Казанский, если ты смотришь это видео, то что это за бред просто? То есть мы должны проигнорировать нарушение со стороны Типа, у которого 4 миллиона штрафов практически, и не лишать его. И мы ещё фанимся, он говорит. А, всё! Сюда, сюда. Победа, его откинули. Блерь! Нормально! Так, хорошо, собственно, продолжаем ловить на этой машине Хасиков, и у нас, собственно, есть по базе Тимур Литов, который находится где-то тоже при Олске, и он у нас на Е-34, так что отправляемся за ним. Также, ребят, я хочу вам сказать, что у меня проходит конкурс на третьем сервере провинции, также на четвёртом, и у нас Хасик пропал из-за. Ну, ладно, не суть. У меня проходит конкурс на много денег, так что переходите в мою группу ВК и участвуйте в моём розыгрыше. Опа-на! А кто это? Тимурка? Смотри, что делает, выпрыгивается в машины. Что это просто? На месте стоим, граждане, на месте стоим. Чё, он уже уедет сейчас, шо ли? Здравия желаю, гражданин. Ознакомьтесь с моим удостоверением, когда ознакомьтесь, дайте знать. Да, ознакомился. Можете, пожалуйста, передавить свои документы на проверку. Также у вас, я так понимаю, здесь сломано фара, нет номеров, а также, по всей видимости, тонировка, да? Это не моя машина, друг дал вот только, чтобы ухватить. Ну, вы несёте за неё ответственность, так что будьте добры предоставить, пожалуйста, свою водительскую на проверку. Так, он не передаёт свою водительскую, а просто так, и у него же там штрафов около 200 тысяч. 400 тысяч даже, что-то я сначала такой не понял. А вы, собственно, почему штрафы-то не оплачиваете? Да вот банк, а я вот наехал, а вы меня тут установили. Так, гражданин, были лишнего дискуссорения. Согласны с Те-17-6 КУАП РП, сроком лишения управления ТС, сроком на два года. Так, сейчас я верну ваши документы, и можете быть свободны. Куда бежишь? Я тебе документы хочу вернуть. Всё, забирайте документы, и можете быть свободны, не нарушайте. Что? Что, что? А, смотри, что делает, смотри. Да, ну вот это, конечно, жесть. Ну, ладно, этот чел нас, видимо, не хочет останавливаться, так что через 5 минут уже можно будет его расстреливать, и через 3 минуты уже сможем применять спецманёвры. Вот я очень боюсь вот ездить на Е-60, потому что тебя может подбросить на любой кочке. Смотри, что делает, смотри, 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 ребят, смотри, что делает. Ёп, моё. Я ещё не могу на этой Е-60 ехать, он там типа сбил по пингу, либо это не по пингу, ну, короче, это у нас угроза окружающим. Я ещё на этой Е-60, которая нифига не управляется, пытаюсь как-то его догнать. Смотри, 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 за ним едет, за ним. Он ему пишет стоять. Почему таранишь? Нечайно, ема, нечайно, чувак. Чел, погоня. Ну, если у тебя погоня, то как бы не означает то, что ты можешь всех таранить, и в итоге не оплачивать ремонт. Но в любом случае, факт того, что он как бы протаранил, типа сделал угрозу окружающим, зафиксирован. Так что мы уже, в принципе, можем применять огнестрельное оружие по его колёсам. Сейчас мы, собственно, выйдем куда-то за город, я не знаю, и уже начнём, собственно, применять табельное оружие. Ну, кстати, я в шоке, то, что я лишил, типа, прав. Типа он не дёрнул ничего, реально передал документы, и я его лишил прав. Хотя, возможно, он реально ехал в банк, и оплачивал штрафы, хотя я прям очень сомневаюсь. Но если привыкнуть к этому управлению на Е60, то, в принципе, можно на вот этой вот бэхе ловить каких-то хасанщиков, которые вот на таких вот не очень других машинах. Стрич делает. А, бэхопит, ребят, бэхопит. Всё, расстреливаем его. Там было ещё, как я понимаю, 250+, но и угроза окружающим тоже. Стричь бэхопит. Ой, давненько у меня такого не было, ребят. Откисай, молодой. Если чё, то я его расстрелял, собственно, за бэхоп. У нас ещё разрешено расстреливать при погоне, если чел нас бэхопит. Согласно федеральному закону полиции, так что не надо мне тут писать, что вот я убил Типа. Извиняюсь, что отвлекаю от просмотра этого ролика, но ты только взгляни, какое превью сделал мой друг Рейник. Качественные услуги, быстрое выполнение работ и позитивные эмоции от сделок всё это у его дизайн-студии. И если ты надумаешь заказать у него какую-либо дизайн-слугу, то действует мой промокод Флоди на 15% скидки. К слову, у него сейчас проходит конкурс на превьюшке, пак дизайнера и многое другое. Так что переходи в его группу ВК, участвуй в конкурсе и заказывай топовое оформление по низким ценам. Ссылочка в описании. Дерзай. Так, дальше у нас по файн-су есть некий Дизит Ху, у которого 150 тысяч штрафов и он у нас на пассатике. Так что поехали за ним. А вот, собственно, и он. Пишет вы мне. Ну, как бы, кроме нас тут никого больше нету. Мне уже выписали. Ну, чувак, если тебе уже выписали штраф, то это не означает, что ты можешь уезжать от другого сотрудника вот под таким предлогом. Ой-ой-ой, шо творит просто? Там какой-то человек на дорогу выбежал, он просто тупо его сбил, типа, как ни в чём не бывало. Хотя, возможно, это было по пингу, но в любом случае, как бы, это угроза гражданским, а, соответственно, мы можем на этом уже, в принципе, стрелять по колёсам. Хотя, возможно, это был и пинг, так что давайте не будем спешить, тем более, это не какая-то там Сэшка, либо же Ешка, это просто обычный какой-то пассатик, который, мне кажется, даже не на фулл скорости, типа. Так что с расстрелом давайте не будем торопиться и, собственно, будем просто за ним вот ехать и пытаться его установить спецманёврами, которые у нас будут доступны меньше, чем через одну минуту. Вот расстреливать будем именно тогда, когда уже прям будет полная жесть какая-то происходить, когда там он будет вообще там выезжать навстречу, там таранить, сбивать, вот опять же. Чел на Е34-ке помогает нам, смотри, что делает просто. Иман его стратосферу запустил. Я, конечно, респектую таким челам, которые помогают там сотрудникам во время погони, но прям уж так сильно, то есть, чтобы вот он вот так улетал, не надо, то есть, подрезать по пингу, поэтому вот если, чувак, ты смотрит видео, то, пожалуйста, не надо прям так сильно, то есть, подрезать по пингу таких вот нарушителей, типа. Если вы хотите, то есть, помогать сотрудникам во время погони, то используйте те же спецманевры, например, которые используем, собственно, мы. Но только под свою ответственность. А лучше так вообще пойдите в ГИБДД и помогайте провинции от таких вот нарушителей избавляться. Вот, кстати, уже про спецманевры заговорили, уже прошло время, так что будем сейчас его пытаться аккуратненько так остановить с помощью спецманевров. У него, кстати, уже движок дымится, и знаете, вот мне многие пишут, что, вот, я применяю там не спецманевры, а просто подрезаю чела. Ребят, изучите, пожалуйста, справочник сотрудника Министерства внутренних дел на третьем сервере провинции. Посмотрите, какие мы имеем право применять спецманевры, а потом уже что-то пишите. Я лишь применяю те спецманевры, которые как раз-таки там и прописаны. Так что давайте его будем уже останавливать, потому что я не хочу слишком долго затягивать с этой погоней. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, емам там майбух врезался. Опять же по пингу, скорее всего. Так, ну все, короче, здесь уже, я думаю, нужно применять прям жесточенные меры, а именно брать ствол и, скорее всего, открывать. А нет, не открывать, он нас убегает, блин. Тайзер, как обычно, не регает, так что бежим за ним в пешую погоню и, походу, он бежит к воде, ребят. Чувак, ну только не говори, что ты сейчас уйдешь по воде. Он все-таки прыгнул в воду, ребят, это расстрел. Блин, ну он уже далеко уплыл, то есть я даже с калаша не могу его достать, типа, смотрите. Я стреляю, и он у нас, ну, не умирает, потому что уже дистанция, скорее всего, просто очень далекая, то есть, и я уже не могу, собственно, его убить. Ну, короче, за уход по воде у нас будет залита жалоба, а расстреливать я его, соответственно, тоже могу, но, правда, у нас, как бы, дистанция слишком далекая до него. Ну, смотрите, просто, что делает. На красный проезжает, сейчас меня тут провоцируют. Ну, типа, вообще, мы не должны поддаваться на провокации, но я уже поеду за ним, потому что он, как бы, хочет погони, а я хочу просто ему сломать его машину, собственно, и все. Я не буду долго, как бы, за ним кататься, то есть, там еще что-то. Я сразу же, вот, вижу то, что если он летит, например, 250+, по городу, либо же за городом, кстати, у него срезы, то я его сразу просто буду, реально прессовать, то есть, именно, расстреливать. По итогу, он, возможно, там, конечно, дернет, в принципе, как это обычно бывает, но, в любом случае, я залью на него еще так же жалобу, и он будет у нас откинут на несколько деньков за уход от РП, я думаю. Кстати, вот еще одна патрулька на С-600 Мерсике присоединяется к погоне. Не знаю, правда, сможет ли он догнать этот Киа-стрингер. Получается, мы начали за ним погоню в 7 минут, и, получается, в 12 минут мы уже сможем его расстреливать, а в 10 уже применять спецманевры. Но я думаю, что мы его раньше сможем расстрелять, потому что он у нас летит 250 уже на данный момент, ребят. Но я думаю, что у него Киа-стрингер, конечно же, на фулл-скорости, то есть, и это очень плохо, потому что я его, навряд ли, смогу догнать. Вот сейчас просто его надо ловить где-то на таких поворотах, там, где он у нас будет притормаживать, и там, соответственно, я уже смогу вот на таких поворотах его расстрелять. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, Хасанчик разложился, я чуть тоже не разложился, кстати. Я все-таки смог словить вот эту вот Е-60, только что на этом повороте. Конечно, меня все-таки занесло немножечко, но все-таки я не улетел, как этот Хасанчик, то есть. Не, ну вообще, вот эта Е-60, она такая, ну то есть, неплохая машина, на ней, в принципе, можно ловить Хасанчиков, но просто она, я не знаю, вот ее заносит, то есть, ты чересчур резко, то есть, повернул там куда-то, либо же так прожал, то есть, ну, ручник, тебя сразу же заносит, и это ее один вот самый главный минус. Я думаю, если бы сюда добавить вот нормальный хендлинг, еще хотя бы один стейдж вот на эту полицейскую версию, то я думаю, это была бы неплохая такая машина для ловли Хасанчиков, тем более, он реально, ну, вписывается в рамки провинции. Так, а вот, получается, Хасанчик вот возле автошколы кого-то подбирает, получается, начинаем его расстреливать. Ну, вроде все, он в тотале. Да, все, он в тотале. А, все, он дернул интернет, ребят, типа, он телепортнулся назад, тем самым дернул интернет, типа. Ну, то есть, Хасанчик в очередной раз как бы доказал то, что он как бы бездарь, который только и может дергать интернет и устраивать какие-то погони. Ну что, вот и подошел этот выпуск будней ДПС к концу. Я благодарен каждому, кто его досмотрел до этого момента и не забывайте, что я играю на третьем серии провинции, так что присоединяйтесь ко мне по ссылочке в описании. А я, собственно, на этом с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok